А старая башня, вот это что там? У меня там фотографии... Нет, я говорю, что всё равно, всё закономерно. А сейчас произошла какая штука. Старую башню и дворец пионеров, вот этот новый, записали как вновь выявленные памятники архитектуры. Но это, с одной стороны, как бы хорошая новость, но чуть-чуть не подумали о последствиях. А последствия такие, что пока они не были памятниками, с ними можно было что-то там делать, реконструировать, даже как старую башню. Если бы из этой водонапорной башни в своё время, когда вот я её делал, если бы не сделали ресторан, её бы давно просто снесли бы. Но благодаря под видам ресторана, хотя, конечно, она уже пострадала как архитектурный объект исторический, но она сохранилась, значит, как весь объём. А сейчас она стала новым выявленным памятником архитектуры, а по закону там делать ничего нельзя. Ну как, памятники что же реконструируют, реставрируют? Нет, нет, подожди, так вот, реставрировать можно, но для реставрации надо очень много денег. Денег таких не будет. Не будет, сейчас не будет точно. Ну, не будет делаться ничего, и оно просто будет само разваливаться, разваливаться, пока не развалится. Понимаешь? Ну, я вам скажу так, Эдуард Петрович. Так же с Дворцом Пионеров. Там были даже уже... На Победе? Да. На Набережную. На Набережную. Да, да, да. А что с нему? Нет, его тоже записали. Так он 85-го года по стройке. Нет, неважно. Так там сейчас он работает, там сейчас флотилию, детскую флотилию туда перевели, там сейчас детская флотилия. Дело в том, что были мощные заказчики, которые согласны были внести там какие-то средства на реконструкцию, даже на какие-то переделки. Мало того, значит, даже с автором этого объекта были согласованы эти дела. Но как только он стал нововывеленным памятником, с ним уже теперь делать ничего нельзя. Его надо только реставрировать. А просто отреставрировать он никому не нужен. Потому что ведь он-то, если его реставрировать, то он пригоден только для вот этих целей. Ну, для молодежи, там еще что-то такое. Ну, да, да. Там сейчас флотилия детская. Да, да, да. Эдуард Петрович, вы помните, где был роддом Екатерина Слава? Нет. Я вам напомню, вы прекрасно знаете его. Там веселая табличка. Что там? Памятка памятка архитектуры. За номером. Эта табличка не спасла роддом от руйнации. И сейчас на этом месте стоит Баку. Да нет. А, это наш Митин? Да. Вот это одноэтажное здание. Там был роддом, да? Екатерина Слава. Роддом Екатерина Слава. Там родилось тысячи екатеринославцев. Да нет. И там была памятка, кстати, на ликероводочном. Нет, памятники под изи. На ликероводочном тоже висит памятка архитектуры. Виталий. Но я думаю, их не спасет от руйнации. Виталий. Это решит кабинет министров. Там все министерства культуры подпишут. Подпишут, там историки подпишут. Все подпишут. И туда можно и сместить. Я думаю, кабинет министров не нужен, потому что там написано МИСЦЕВА памятка культуры, архитектуры. Ну, нет. То есть это решается на местном уровне? На местном уровне решается. Нет, это ты импровизируешь. Почему? Там написано местного значения памятка. Да, там написано так. Но импровизируешь ты, что можно делать и что нельзя. А что можно делать, это только надо открыть закон и прочитать. Понимаешь? Я не знаю, что в законе написано. Но все можно снести. Смотри, какие юристы возьмутся за это дело. Нет, просто соблюдая правила. Ну, правильно. Если соблюдать правила, то можно и снести. Ну, ясное дело, да. Нет, ну, а бывает так, что так и надо снести. Бывает, согласен, бывает. Я, конечно, согласен. Вот этот роддом Екатеринослава, ну, такая сомнительная памятка. Ну, как памятка, но оно стоит как одноэтажное здание, ни туда, ни сюда. Сделать, конечно, внутри можно было что-то внутри. Например, детские кружки. Там одноэтажное здание. Там и здорово. Здесь, ну, с памятниками нужно что-то не переборщить. Тут надо понимать, что Днепропетровск очень молодой город. 200-250 лет. Это разве история? Это разве 40 лет истории? Нет, ну, это мало, конечно, да. Молодой город. 2000 лет? Это срок. Это другое. Ну, это да. Ну, сохранять-то надо... А что такое 200 лет, с чего можно было настроить? Это же не столица. Это все-таки какая-то окраина была, понимаешь? Как тут далеко не все мастера, далеко не все строители грамотные, далеко не все материалы дорогие. И тут многие красивые вещи, но сделаны из дранки и штукатурки. Понимаешь как? И они форму имеют идеальную, вкус там проявлен прекрасный, но сделаны как из картона, понимаешь? А памятник должен быть еще и материал должен в нем быть монументальный. Это должен быть какой-то или гранит, или металл, или бронза, или что-то такое. Но не штукатурка и дранка, понимаешь? И поэтому, когда говорят, ой, тут такой был барельеф, но сделан был из дранки. Ну, сфотографируйте его, повесьте в музей. А само вот это вот сооружение из соломы... Мы неделю назад с Димой проезжали на машине, мимо вот этой улицы, которая к парку Шевченко идет. Шаумяна? А, нет, не Шаумяна, это следующая. А, нет, не Шаумяна. Которая отреставрировали сейчас красивую. А, это трамвай к парку? Да, 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 к парку, вот. Так вот, если... А, Геворнинского сейчас называют. Она называлась раньше, я не помню. Не то Мопро, не то. Не помню. В общем, если вот вниз идти к ней, да, а за спиной матросов она, то вот это левые два здания, древние, Екатеринославские, снесли. Снесли. Наполовину снесли. Мне так жалко стало, эти здания попали еще в камеру Данила Сахненко. Попали в эту камеру. А это там, где была больница, вот это... Нет, там не больница, там никогда не было больницы. Там было все время... Ты снимали родня, да? Или нет? Или это не то? Нет, 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 нет. Куда она приходила, к... Я просто говорю, что когда были революционные события 1917 года в Екатеринославе, только революция свершилась, Данил Сахненко там снимал. Данил Сахненко это оператор, который запечатлел наш город, который был сто лет назад. И он эти здания, они попали в революционное движение, и они из кирпича хорошего, Эдуард Петрович, из красного хорошего, Екатеринославского кирпича. Но их разрушают. Нет, ну понимаешь, ты учишь. Они красивенькие. Город это живое существо, понимаешь. У него ткани его меняются, какая-то его нервная сеть устаревает, улицы начинают расширяться. Тот же Париж, который... А его осман совершенно вот так вот этими магистралями, которые сейчас с ними носятся, он их просто прорубал через, ну, для пушечного выстрела, понимаешь. Вот. И все. Это история. Город чем-то жертвовать приходит. Понимаете, дело в том, что... Центр можно сохранить. Именно вот центр. Ну вот зачем лезть вот так вот на пролом в центр? Нет, нет, ну центр постепенно получится так, что будет город, а внутри будет деревня. Ну и что? Ну и что? Ну и что? Так... По минутку, не согласен. Нет, подожди. Давайте тогда центр Львова снесем. Нет. Центр Праги снесем. Это тоже деревня. Просто везде историческая часть города. Там будет неинтересно находиться, там ничего не будет происходить. Наоборот, наоборот, неинтересно. Там будут застойные процессы. Да ну, я не согласен, я не согласен. Тогда давайте Львов снесем, центр Праги снесем. Там по 500 лет. Так там до 100 лет. Правда, во всех городах и в Европе, ну, сохраняют исторический центр. Ну, старый город, ну, и новый растет. Да, да. Оставляют именно в центре старую часть. Старый город, Вильнюс и старый город есть. Старый Вильнюс и Вильнюс. И в Риге так же само. А если бы старый город был весь из саманных сделан этих... Ну, это другой вопрос. Он бы развалился уже от возраста, это понятно. Ну, так надо было его реставрировать, поддерживать. Он же старый. Да нет, ну, здесь логика, конечно, определенная. Давайте тогда и пирамиды снесем. Пирамиды ты не снесешь. Давайте выпьем, наливаем. Давай, Дима, бери. Выбери. Давайте. В том-то же дело, что когда памятник настоящий, так его снести не законы не позволяют, а рука не поднимается. Дело в том, что вы сказали, да, город у нас молодой, 200 лет, так давайте сохраним хотя бы то, что настроили за 200 лет. Я скажу, как-то помогал товарищу делать ремонт на... Ну, давайте выпьем. На Серова, на Серова. Давайте, а то что-то вы слабо пьете. Давайте. За наших скульпторов и за наших архитекторов. У тебя уже все по-выключен, да? Да. Так, я выпью. Что-то ты сказал неправду, по-моему. Ну, раз я тут сижу и не хожу выключать, значит, работает все, конечно же. Ну, все работает. Ну, так вот это все не вставляй же туда. Это самое интересное. Это самое надо вставлять. Да нет, это как раз не надо. Зачем же? Ну, мало ли что. Я тут совсем уже расшипелялся, понимаешь?